Доброе утро! У нас завтрак. Сегодня будут яйца в мешочек сваренные, в смятку. Также криль. Люблю его вчера. Вот были же в магазине, в итоге взяла. Прям очень-очень нравится, вкусно. Ну и, конечно же, кофе с пандочками сегодня. Итак, мы будем сейчас с вами варить суп. Я же хотела сварить борщ, но не было нигде свеклы. И дома у меня тоже свеклы не осталось, поэтому у нас будет щи. Ничего страшного, тоже вкусный супчик. Так, поставили сейчас с вами мясо вариться, и пойду стирку запущу. Всё, я уже из душа сделала себе прическу. Самую лёгкую. Ну так, сегодня должен был быть у нас прямой эфир в час дня, но в итоге у нас не оказалось вопросиков, поэтому я решила его не проводить. Идвините. Я думаю, что мы с вами туда здесь поболтаем в режимах ежедневных влогов. Итак, сейчас я буду готовить щи и с вами параллельно разговаривать. Дело в том, что у меня вчера спросили про то, ну, попросили рассказать про то, как у нас появился Марик. И давайте я вам вставлю ещё фотографии, каким он был маленький, покажу и расскажу. На самом деле, особо-то, конечно, рассказывать и нечего. Девять лет назад, когда мы только-только начали жить вместе с мужем, мы вот заехали в эту квартиру. Ну, ещё, когда только собирались, там собирали вещи, Паша мне говорил, что вот начнём жить вместе, заведём кота. Да, кто-то мне это пообещал. Я так ждала, потому что, ну, я очень люблю коту, конечно, и всё такое. И в итоге, ну, мы сразу договорились, что мы не будем покупать никаких породистых. Мы хотели взять, ну, обычного котёнка. Начали жить вместе. В неделю, значит, мы прожили. И тут Паша мне показывает фотографию котёнка. Барахолка ВКонтакте. Раньше это было достаточно популярное место. Там все пристраивали, ну, свои вещи. Кто-то даром даже отдавал. Ну, и, собственно, котов тоже так же. Девушка, в общем, выложила фотографию всех котят, которых принесла её кошечка. И Паше понравился там один из них. Он один в один, как Марик. Только у Марик нашего на мордочке одно пятнышко асимметричное. Во всём остальном симметрия полная. А у того котёнка была прям, ну, вот, идеальная мордочка. Мы, значит, с ней списались, узнали, что да как. Оказалось, что у неё там какая-то породистая кошка. Она сказала, что вроде у неё сибирская кошка. Мы поэтому всегда думали, что у нас Марик тоже сибиряк. Она вот уезжала сама. И говорит, я приехала, у меня тут кошка погуляла с кем-то там. Кто-то там то ли привёл, то ли ещё что-то. Точно не поняла я в итоге, что там как. Ну, и вот она тут раздаёт, значит, этих котят. Что-то типа всё, они не порода, ничего. И главное, ну, мы договорились, что мы возьмём этого кота, которого Паша выбрал. Приехали к ней, и она нам просто в подъезд вытаскивает, даёт мне Марика в руки. И всё. Как бы не зайти посмотреть на кошечку, на маму. Ну, ничего такого не было. Просто в коридоре. А он малыш ещё совсем. Ну, вот Эта, как оказалось, она достаточно рано их отняла у мамы. Потому что он даже лакать не умел. То есть, ну, прям, ну, совсем крохотный. И вот она мне его дала, главное, в подъезде. Мы стоим, он пищит. Я смотрю на Пашу, говорю, Паша, я не могу его отдать обратно. Всё, сердце это, дрогнуло. Ну, мы тут давай искать деньги, но, как говорят же, за кота, за ножа, дай монету, да? У меня никаких монет нет, ничего нет. Я говорю, Паша, дай денег. Он такой, у меня тоже монет нет. Ну, в итоге мы там полтинник дали, короче, ей. Уж чисто так. Она такая, ну, вот, мол, пишите, как там, что. Ну, в итоге никто не интересовался особо котом, короче, его дальнейшей судьбой. Ну, да ладно. Ну, вот, таким образом нам Марик сам собой, короче, не дался. Ничего такого сверхъестественного не было в истории, как мы его взяли, забрали. Ну, просто получилось так, что, вот, я говорю, мы буквально неделю жили вместе, и всё, у нас сразу кот появился. Таким образом он у нас прошёл все тяготы вместе с нами, все ремонты, всё-всё, всю новую вот эту мебель, две остановки. Здесь раньше было абсолютно всё по-другому. Раньше совсем другая квартира была, конечно. Мы долгие годы её ремонтировали, но и до сих пор продолжаем это делать. Потому что основной ремонт закончен, но вот мелочи, конечно, как всегда. Вот пока эти мелочи доделаешь, уже заново надо ремонт начинать делать. По кругу. Это, наверное, мне кажется, у всех так. Ну, по крайней мере, у большинства. Итак, фотографии я вам все скину. Ну, то есть, вот здесь вы уже наверняка видите. Раньше, в общем, когда только-только он появился у нас, он был очень светлым, и нам все говорили, у вас сиамский, у вас сиамский. Ну, ничего не сиамский был. Он прям, это, во-первых, не по характеру, ну и вообще, я видела сиамских котов, ну, что они не такие. И потом он начал с возрастом темнеть, а у него темнели, темнела шерстка, и там появлялись уже какие-то эти, всякие пятнышки. Вот у него на сердце, допустим, ну, вот здесь вот, где, на брюшке, пятнышко в виде сердечка. Мы особенно, когда его побрили, два года назад, ну, жара была, и вот он там ножку, лапку у меня сломал. Смотрим, это сердечко еще сохранилось. Так мило. И вот, и потом он, значит, рос, волос начал темнеть, тут вот эти вот сноушус появились, но я все равно всем утверждала, что у меня кот сибирский. И вот, когда только, получается, может быть, полтора года назад, что ли, кто-то из зрителей написал, и вот несколько зрительниц потом подхватило, сказали, что да, у нас тоже были такие коты, и они вот этим... Как он? Паш, как у нас кота-то? У кота этот порода? Священный Бирманский. Во, вспомнила сама. И, в общем, оказалось, что порода-то есть, но это... Мы ее никак не подтверждали. В общем, наши эти... Ветеринары говорили по-разному, кто что, но в основном ставили изначально это сибирский силпойнт, а потом уже вот тоже сказали, что да, Бирманец. Вот такой у меня котик. Вот так он у нас появился. Дальше. Вести с полей. У нас сегодня подписали уже местный, республиканский приказ о самоизоляции, перекрыли город, на дачи не выпускают, и из ближайших поселков тоже. У нас рядом с городом много достаточно поселочков, в которых люди живут, работают в челнах. То есть, ну, буквально. У нас не такие большие расстояния, как в Москве, поэтому, ну, это нормально, это удобно. То есть там 20 минут, и ты уже в городе, на работе. Ну, в общем, их тоже перекрыли все. Видео в местной группе тоже присылают, там, как разворачивают автомобилистов. Жалко, конечно, потому что я тоже планировала, если честно, поехать на дачу, но не так, чтобы там с компанией на шашлыках, а именно, ну, посмотреть просто, как дела после зимы, там, что с деревьями, покрасить их. Как-то так, конечно, грустненько. Ну, ладно, ничего. И вот, вроде, как я поняла, с завтрашнего дня уже все. Из дома выходить особо нельзя будет. Будут по пропускам смотреть эти машины, все такое. Нашу машину так и не сделали. Бабуши не знаешь, что делать теперь. Надо все равно бабушке отвозить с дедушкой продукты. Ну, что, все, разобрать машину. Надо, в общем, с мужем думать, что делать. Вот. Пришло на почту письмо из госуслуг, где предлагают стать волонтером, также довозить продукты, лекарства для пожилых людей и оказывать психологическую помощь. Ну, что-то я не знаю, если честно. Я, может быть, тут еще по соседям-то пройдусь, кому что надо. Вот так далеко куда-то ездить. Вот машины еще нет, конечно. Вот проблема. Будет нам уроком. Дотянули сами. Такие вот мы балды. Ладно, посмотрим, насколько это все затянется. Как проживем. Мы проживем, по любой проживем нормально. Потому что просто проблемы есть, трудности, да, надо вот их как-то решать. Но ничего безвыходных ситуаций не бывает, ничего страшного, совсем справимся. И победа. Я нашла эти кашпо, которые я привозила с дачи для орхидей. Они, видите, намного больше, чем вот те маленькие, в которых они сначально были куплены. Ну и здесь дырочки тоже есть. Все, проблемы нет. Сейчас я буду вот с этим субстратом своим, который у меня был, пересаживать мои орхидеи. Ура! Вот и наши щи готовы. Получились немножечко такие, знаете, наваристые, но густоватые. Мне такое нравится. Сейчас еще чесночка Паша нам немного почистит, накрошит. Поедим вкусненько. Пообедали, сейчас буду заваривать чай. Итак, у меня здесь одна чайная ложечка обычного черного чая. А тут, смотрите, это иван-чай. У меня в этом плане, конечно, свекор вообще огонь. Это они собирали со свекровью иван-чай в прошлом году. И вот он ферментировал, его там сушил, что-то с ним делал. И вот мы уже весь сезон зимний пьем этот чай. Нереально вкусно, я вообще обожаю. Вот реально надо как-то так дар иметь, чтобы уметь делать такой вкусный чай. Поэтому мы сейчас будем заваривать и будем уже наслаждаться этим божественным вкусом иван-чая. Так, смотрите, здесь я уже пересадила орхидеи. Вот так это сейчас выглядит. Видите, наконец-то, когда по размеру горшок, у меня уже и листики не заваливаются. Чему я очень рада. А здесь получилось у меня вот так. Сильно много не стала добавлять субстрата, потому что здесь достаточно мало у меня корешочков. Он только-только начала, эта орхидея у меня оживать, новые корешки давать. Поэтому я здесь не стала его прям так сильно засаживать глубоко. Ну, Палюка хоть осталась, а? Но ведь тоже душ принимала. Ну ладно, ничего страшного. Теперь мой любимый спацифилум здесь принимает душ. Я его тоже полила с удобрением. Полила тоже из лечки душа. И сейчас немножечко он у меня постоит. Отнесу обратно на место. Что-то, видите, немножко ему жарко, что ли, было. Некоторые листики нормальные, а некоторые вот прям такие, чуть-чуть как ослабленные, как мне кажется. Приветики. Мы тут нарушаем карантин. Дело в том, что нам надо до Свекров дойти. Мы с Пашей пошли взять у них там кое-что, отнести им тоже вещи. И идем мимо торгового центра. Здесь есть, конечно, машины, но обычно вот это все-все-все заполнено настолько, что бывает круги тут нарезаешь, ищешь парковку, место для парковки. Людей пока много, но мы тоже почему сегодня вышли, потому что поправка вот эта к указу самоизоляции будет уже завтрашнего дня введена в действие. Поэтому пока не возвращают народ с улиц домой обратно, мы решили пойти, чтобы потом не было никаких проблем с пропусками и еще со всем. Ну да, как машины нашей нет, мы с Павлушей теперь с рюкзачками идем. Я говорю, как сталкеры будем скоро гонять по городу. Туда бабушки с дедушкой, туда свекров, да, родителей. Пешком. Пешочком. Ну, Паш, полезно. Тебе полезно ходить. И таким образом мы будем нахаживать наши тысячи шагов. Мы идем уже обратно по лушей. Идем в перчатках. Я все двери открываю и везде, в общем, все-все-все двери и кнопки лифта, все нажимаю в перчаточках. И как назло, именно сейчас хочется так сильно нос почесать, да, Паш? Нет. Но нельзя. Хочет, 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 хочет. Ой, ладно, мы взяли у родителей, в общем, заморозку, взяли спирт для обработки рук, в пшикалку эту будем переливать. И не только. А что еще взяли? А? Не только для обработки рук. Нет уж. Нет. Отманывает. И этот. Все, сейчас зайдем в магазинчик, быстренько возьмем. Я, в общем, решила взять еще муки и масло. Немножечко, знаете, паранойя. Присутствует, но не сильная. Ну, пусть будет. Мне как-то так спокойнее будет. Все, будем сидеть дома, никуда не выходить. Будем беречь себя. Мы уже дома. Закупились немножечко продуктами. Муки уже не было, но я взяла масло. Большую, практически двухлитровую бутылку. Считаю, что мне уже для спокойствия хватит. Итак, так как вам в прошлый раз понравилась моя вышивка, я решила вам показать, какой у меня здесь появился мишка очаровательный. Вы только посмотрите. Ой, я прям не могу. Мне эти малыши так нравятся. Я в них влюбляюсь с каждым разом. Забываю, перестаю шить, потом, когда снова достаю, опять влюбляюсь. И так вот, знаете, по кругу уже много-много лет. Но она просто очень большая. Обязательно потом вам покажу, когда я полностью дошью все, чтобы более детально вы смогли рассмотреть и увидеть вообще весь масштаб. Ну, а пока вот буду показывать вам по отдельности этих мишек. На этом я буду, наверное, с вами давайте прощаться. Всем вам большое спасибо за просмотр. Давайте будем держаться вместе. Не паниковать. Будь бдительными. И беречь себя и своих близких. Я вас всех-всех обнимаю. Целую. До скорых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok